Мы установили PyTorch, давайте же им воспользуемся. Для этого выполним строчку ImportTorch, никакой ошибки не возникает. Теперь можем, собственно, с ним работать. Основная структура данных для PyTorch это тензоры. По сути, многомерные матрицы. Давайте создадим такой тензор размера 3х4. У него будет 3 строчки и 4 столбика. Если мы напишем TorchDRos, то у нас появится многомерная матрица 3х4, состоящая из нулей. Функция Torch1 создаст такую матрицу, состоящую из единиц. Тут мы создаем матрицу 3 плоскости на 4 строчки на 3 столбика. Да, 3х4х3. Мы можем создать тензор произвольный. Для этого нужно передать объекту TorchTensor объект List. Создали тензор, который мы задали сами руками. Давайте положим наш объект в переменную x. У данной переменной x мы можем узнать ее размер. Это будет 3х4, то есть 3 строки на 4 столбика. Либо можно узнать ее размер, вызовав атрибут Shape. Можно и так, и так. Для нее справедливые точно такие же варианты индексации, как для обычного объекта List. То есть если мы возьмем нулевой индекс, то мы получим строчку с нулевым индексом. То же самое со следующей строчкой. Если же мы хотим какой-то конкретный элемент, то мы можем написать, какая у него строчка через запятую, какой у него столбец. То есть объект x0,0 будет соответствовать крайнему левому верхнему объекту. Левому верхнему числу в нашем тензоре. Если же мы хотим, например, взять некоторый слайс, у которого будет нулевой столбец и все строчки, то есть это будет уже одномерный тензор, мы можем это сделать следующим образом. Напишем двоеточие, которое значит, что нас интересует значение с нулевого по последнее. И через запятую напишем 0. Значит это будет нулевой столбец, который состоит из трех чисел 1, 5 и 9. Какие операции мы можем производить с тензором? Если мы прибавим к тензору число, то оно поэлементно прибавится ко всем элементам тензора. Мы прибавили 10, получается каждый элемент тензора стал больше на 10. Мы можем, например, возвести тензор в квадрат. И тогда каждый его элемент возведется в квадрат. Создадим другой тензор y, тоже зададим его произвольным образом. И посмотрим, что будет происходить, если мы будем суммировать x и y. Тут важно, чтобы у тензоров был одинаковый размер. Если мы просуммируем x и y, то на выходе будет поэлементная сумма x и y. Тут у нас y это числа с 12 до 1 последовательно, а x это с 11 до 12, по сумме получается всегда 13. Если же мы умножим x на y, то по аналогичной схеме они перемножатся поэлементно. То же самое происходит с делением. И вот, например, есть такая операция процента, это значит остаток отделения. Мы поэлементно узнаем, какие будут остатки отделения тензора x, если его поэлементно поделить на y. Редактор субтитров А.Семкин.